В студии Елена Кузовкина. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня. Смотрите в этом выпуске. В топку. Почему мусорная реформа дает сбои в регионе? Рекуператор выгрузил, уехал, а мусор вне портала остался. Копим. Зачем Центробанку железные монеты? Эта акция нужна для того, чтобы монета возвращалась от населения в торговые сети, в платежный оборот. Как играют юристы и бизнесмены, большая сцена пятого сезона собрала аншлаг. И мне все время хотелось такой, знаете, лихой от себя чин. А режиссер меня все время останавливала. Страсти вокруг мусорной реформы в крае накаляются. Взаимопонимание между прежними участниками коммунальной сферы и новичком-рекуператором достичь не удается. Анастасия Дороган встретилась с участниками мусорной безопасности и жителей, попыталась понять, почему ситуация не сдвигается с места. Четыре месяца, как на Алтае, проворачивается мусорная реформа. Да так, что некоторые депутаты выступают за ее отмену. Мол, регион к такому не готов. Сбои система дает и в краевой столице. В частном секторе бестарная система сбора мусора. Пакеты выстраиваются вдоль дороги. И тут главное, чтобы их успели забрать, прежде чем их растащат собаки. На момент съемки 11 часов дня. Мусор может стоять и после обеда, объясняет руководитель ТОС Виктор Юдин. А это как-то будет решаться? То есть будет заключен какой-то договор с прописью конкретных часов? Ну, он бы как бы и определен, но не соблюдается. Происходит ли это потому, что рекоператору не хватает машин, неизвестно. В целом же, по словам Юдина, они нашли общий язык с рекоператором и договор заключили. Что сделали далеко не все управляющие компании города. Хотя официально такой информации нет. И пока уборка выглядит так. Это не твердый коммунальный отход, но все же мусор. И люди тащат его к мусорке. А другие смотрят и приносят в общую кучу. Рабочие опустошают портал, подбирают за собой. И на этом свою работу считают законченной. Рекоператор выгрузил, уехал. А мусор вне портала остался. До января 2019 года контейнерные площадки и сами контейнеры были в ведении управляющих компаний. После января складывается ощущение, что никто не знает, за что отвечает. Содержание контейнерных площадок отвечает орган местного самоуправления. Под содержанием включается в себя организация контейнерной площадки, а ее строительство и оборудование в соответствии с нормами САНПИН оборудования, ее баками для сбора отходов. Начнем по порядку. Контейнеры. В телефонном разговоре рекоператор сообщил, что покупать их должны УК, или брать в аренду у него же. А по постановлению правительства, приобретать баки должен рекоператор. Правда, такие расходы в тариф сейчас не включены. Но и рекоператор за 4 месяца работы ни разу не обратился в краевое управление ценообразования, чтобы разрешить проблему. Теперь вопрос уборки. Еще одно постановление сообщает, что из обязанности управляющих компаний уборку контейнерных площадок вычеркнули. Надзорный орган, жилинспекция, оперируя другим документом, сообщает. Уборку контейнерной площадки должна осуществлять управляющая организация. А уборку мест погрузки при транспортировании, допустим, с контейнерной площадки ТКО в мусоровоз, если что-то просыпалось, то это лежит обязанность на региональном операторе. Нечеткое законодательство оборачивается такими дворами. Складируемый рядом мусор не поднимает ни УК, ни рекоператор. Все эти моменты как раз и мог прояснить договор, но заключить его не могут. Коммунальщиков не устраивают условия, которые туда вписал рекоператор. Например, там есть такие пункты. Если проезд к мусорке невозможен, рекоператор уезжает, а услуга считается оказанной. То есть люди платят ни за что. Или за долги населения рекоператор имеет право расторгнуть договор с управляющей компанией. Но кто тогда будет убирать мусор, если рекоператор монополист? А ответственность перекладывается на УК, хотя она в данном случае лишь посредник, но будет отвечать за долги жителей. Получается по факту, что если я исполнитель услуг, я должен стопроцентно рассчитываться за ресурсы, которые предоставляет мне. Я вообще считаю, что это определенный узаконенный механизм банкротства управляющей компании. Долгое время было. Некоторые управляющие компании отсылали рекоператору свои предложения, но в ответ получали отказ. Тем не менее, по словам экспертов, коммунальщики и рекоператоры ведут переговоры. За четыре месяца два совещания. А каждый день во дворах растут горы мусора. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. 100 рублей с чемпионата мира по футболу и монеты с символикой универсиады в Красноярске. Жители Алтайского края на этой неделе могут обменять мелочь на памятные монеты и купюры. Акция, которую инициировал Центробанк, стартовала сегодня и продлится до конца недели. Дни приема монет пройдут в 10 городах и 19 районах Алтайского края. Любой желающий может поменять мелочь на более крупные и даже памятные монеты и купюры, среди которых 25 рублей, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда и 25-летию принятия Российской Конституции. 10 рублей с символикой всемирной зимней универсиады в Красноярске. А также 100 рублей, посвященные чемпионату мира по футболу. Эта акция нужна для того, чтобы монета возвращалась от населения в торговые сети, в платежный оборот. Зачастую, когда мы принимаем на сдачу монету, мы просто ее куда-то складываем, и таким образом она оседает на руках населения. Поэтому нужно для того, чтобы монета вернулась, такую акцию проводить. Перед тем, как идти менять мелочь, нужно обратиться в ближайший банк и уточнить подробности акции. Кстати, за два года проведения акции банки приняли от жителей Алтайского края больше 2 миллионов монет на сумму свыше 6 миллионов рублей. Яркий финал яркого проекта. В краевой столице состоялась премьера юбилейного сезона театрального проекта «Большая сцена» от журнала «Автограф». Как это было в нашем следующем сюжете. В фойе Дворца культуры Барнаула яблоку негде упасть. Зрители в ожидании премьеры. Нетерпение нарастает и за кулисами. Необычный проект объединил и влюбил в театр бизнесменов, менеджеров, юристов и журналистов. Они в течение трех месяцев осваивали новую для себя роль – настоящих артистов. Мы открываем театр! На сцене 25 человек. Под руководством четырех профессиональных режиссеров они подготовили четыре разные постановки. Провели ликбесы театре, рассказали историю о Доне Жуане, сыграли яркие образы героев Ворыпаева «Город, где я» и оживили рассказ «Шукшина». Был очень интересный двух-почти трехмесячный процесс. Он был крайне любопытный с точки зрения общения, с точки зрения выстраивания отношений между людьми абсолютно разными. Какую роль играет режиссер, я познакомилась и узнала только здесь. То, что от этого человека зависит творчество, идея и сплоченность коллектива актерского. Это из зрительного зала. Кажется, что игра актеру дается легко, но каждый из участников знает, чего стоит такая легкость. Многочасовые репетиции, жесткий дедлайн и выход из зоны комфорта. Несколько недель подряд участники проекта жили новой для себя жизнью. Мне все время хотелось такой, знаете, лихой отсебячины. Режиссер меня все время останавливала. И я как бы, пока мы не стали в группе, один эпизод в другой перетекает, мне не казалось это важным. Потом я понял, что труппа это вот прям как кулак. Все, что задумано, сделали, даже под конец, может быть, когда расслабились и чуть больше. Поначалу немножко такая зажатость была, но все равно чувствую удовлетворение собой и сделанным проектом. Финал подарил яркие эмоции не только участникам, но и зрителям. На самом деле впечатления очень двоякие, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что на сцене непрофессиональные актеры, это представители бизнеса, а с другой стороны, ты не замечаешь этого, потому что ты наблюдаешь за таким небольшим миром. Новый в пятом сезоне стала не только площадка, впервые на сцене Дворца культуры, но и масштаб. Проект поддержал Комитет по культуре города, а посвящен он Году театра в России. Очень здорово, что журнал «Автограф» и мы к этому делу подключились, я этому очень рад. Дают такую возможность, дают людям уже в зрелом возрасте практически, уже где-то реализованы в своей профессии, в своем бизнесе, реализовать себя и в таком творчестве. В этом сезоне, как в прежние годы, 100 рублей с каждого проданного билета будет направлено на благотворительность. На этот раз в помощь в театральной студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. Дарья Демиллер, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле назовут имена лучших директоров 2018 года. Традиционный конкурс проводят уже в 16-й раз. Золотые медали, подтверждающие почетное звание, получат 30 руководителей предприятий. Промышленники, аграрии, строители, врачи и не только. Благодаря их труду растут объемы производства, продажи и заработная плата сотрудников, отмечают организаторы конкурса. Церемония награждения лучших директоров 2018 года состоится 23 апреля в 15 часов во Дворце культуры Барнаула. Ну а далее о погоде. У меня на этом все новости. Развитие событий мы расскажем в 15.30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok